Здравствуйте, меня зовут Джунсбеков Тимур, и сегодня я развею легенды о биографии Достоевского. В 2021 году исполняется 200 лет со дня рождения и 140 лет со дня смерти Достоевского. О нем уже написано так много, что можно не только прояснять особенности его творчества и хитросплетения биографии, но и всех запутать. Любил ли Достоевский азартные игры? Правда ли, что его ненавидели другие писатели? Был ли Достоевский шизофреник? И был ли Достоевский на самом деле педофилом? Разберемся, какие из этих мифов правда, а какие выдумка. Что-то придумали его враги и соперники, а что-то друзья и близкие, надеясь сделать образ писателя более правильным. Правда ли, что у Федора Михайловича была пристрастие к азартным играм? Да, это правда. Достоевский сам признавался, что играет на рулетке. В 1862-63 годах писатель впервые поехал в Европу. Сильно проигрался и завалил знакомых просьбами прислать денег. Ему не хватало на игру, на поездку в другой город и даже на еду. Мария Дмитриевна, его жена, получила от Достоевского тревожное письмо о том, что добраться из Турина в Рим он сможет только заложив часы. Из Гомбурга в Дрезден он доехал за чужой счет. Его подруги и любовницы, Аполлинарии и Прокофьевне пришлось заложить цепочку и часы. Отправившись в следующую поездку за границу уже со второй женой, Анной Григорьевной, он так часто и неудачно посещал казино, что заложил ее одежду и украшения. А несколько раз даже обручальное кольцо. Своё он закладывал и выкупал восемь раз. Считается, что страсть к азартным играм внезапно появилась у Достоевского в 1860-е годы. Вообще, в 19 веке многие писатели бестовали. Голодали, жили на улице, попадали в долговую тюрьму. Обращались за деньгами в общество помощи. С Достоевским такого не происходило. Он умел останавливаться за шаг до катастрофы, успевал взять деньги в долг или договаривался с редактором о балансе за публикацию. Но до бедности он довел себя не только азартными играми. Большие долги начали копиться у него с середины 60-х годов. Тогда братья Федор и Михаил Достоевский начали издавать журнал «Время», потратив на это солидную сумму. В 1863 году журнал закрыли из-за неблагонадежности статьи «Роковой вопрос». Долгов резко стало больше. Вскоре Михаил умер и Федору пришлось одному разбираться с финансовыми трудностями и заботиться о невестке и племянниках. А ведь Достоевский совсем не умел зарабатывать. Здесь он был похож на своих героев, не способных жить на жалование, пенсион или хотя бы разумно копить деньги. Он жил писательским трудом, а его гонорары за публикации в журналах были очень скромны. До середины 70-х годов Достоевский получал за печатный лист 150 рублей. Для сравнения, графу Льву Толстому платили 500 рублей. В интернете можно найти подборки «Главные тайны Достоевского». Чем болел Достоевский? Там обычно пишут, что у писателя были симптомы шизофрении или раздвоения личности. В подтверждение ссылается на рассуждение немецкого исследователя Райнхарда Лаута о том, что Достоевский заставлял своих героев совершать преступления, потому что сам не мог, хотя очень хотел. Но Лаут не писал ничего подобного. Он анализировал философию Достоевского, а не психику. О ментальном здоровье Достоевского, если использовать современную терминологию, начали говорить еще его современники. Тургенев даже за глаза называл его сумасшедшим. Однако не стоит слепо верить знакомым писателя, которые, во-первых, не разбирались в психологии, а во-вторых, могли его недолюбливать. И из этого вытекает следующий вопрос. Правда ли, что Достоевский был педофилом? Главный источник этой сплетни – литературный критик Николай Страхов, который считался другом Достоевского. В письме к Ольву Толстому от 23 ноября 1883 года он жаловался, что ему сложно написать хвалебный текст о Достоевском. Ведь он знает про него всякие мерзости. Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими. Весковато встал мне рассказывать, как он похвалялся, что сблудил в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернантка. Толстой на это никак не отреагировал. После его смерти переписка была опубликована, в том числе скандальное письмо Страхова. Начались обсуждения. Вдова Достоевского писала гневные разоблачения. По ее словам, история совращения маленькой девочки, которую привела в баню гувернантка, была только в черновых материалах к роману «Бесы». Этот сюжет Достоевский хотел использовать в главе у Тихона, в которой Ставрогин соблазняет совсем юную матрешу. И если это так, то почему Страхов решился оговорить одного великого писателя в переписке со вторым? Как отметила исследовательница Лия Розенблюм, Страхов понимал, что этот текст рано или поздно будет опубликован, как и переписка Толстого. Чтобы отомстить Достоевскому, он решился на долгосрочную диверсию и не прогадал. Письмо действительно было опубликовано в 1910-х годах, а записная книжка сильно позже, только в 1970-х. Целых 60 лет никто не мог подозревать Страхового лжи, потому что считалось, что у него нет мотива. Но многие знакомые с Достоевским писатели его не любили, ни из-за художественных разноклассий или идейного несовпадения, а из-за его поведения. Еще в 1840-е годы молодой Достоевский, только-только написавший «Бедных людей», попал в кружок Белинского и не смог сдружиться с Тургеневым, Некрасовым и Панаевым. Они начали издеваться и называли его «прищом на носу литературы». А Тургенев распространил слух о том, что Достоевский требовал выделить «бедных людей» в петербургском сборнике «Золотой каймой». Это был вымысел, но он казался правдоподобным. У всех насмешек был общий сюжет. Достоевский считает себя лучше остальных писателей и требует к себе особого отношения. Зародившаяся тогда вражда с Тургеневым сохранилась на долгие годы, хотя их экономическим отношениям это никак не мешало. Тургенев печатался у Достоевского в журнале в 1860-е годы, а Достоевский позже брал у него деньги в долг. Чтобы не поссориться с Достоевским, можно было с ним не знакомиться, а только читать его статьи и романы. Так и поступил Лев Толстой. Он не встречался с писателем лично, но ценил его рассказы. На этом я заканчиваю свой рассказ. Это были все легенды о биографии Достоевского, которые я смог затронуть. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...